Привет любителям игры Асфальт 9! В поисках свежих идей разрабы в 35 обновлении представили новую фичу под названием оверклокинг. И сегодня я в деталях расскажу вам что это такое, какие дает преимущества, как этим пользоваться и так далее. Ну и здорово было бы увидеть вашу поддержку лайками и новыми подписками, а также залетать в игровую группу вк по ссылке в описании. И пожалуй стоит вставить дисклеймер, что данный гайд создавался во время первого запуска опции и в дальнейшем Гейл могут вносить в нее изменения. Итак, функция оверклокинга или в переводе разгона является неким продолжением идеи тюнинг кита из восьмого Асфальта, правда с некоторыми отличиями, но основная суть та же. Как и в прошлой части она состоит в том, чтобы временно улучшать все характеристики того или иного авто, благодаря чему такие апнутые тачки будут ехать заметно быстрее, чем без разгона. Ну и надо же как-то это визуализировать, поэтому у нас появился новый игровой предмет под названием фишки разгона. И увидеть его можно перейдя в гараж, затем в инвентарь, и вот тут справа есть отдельный раздел, фишки оверклок и шальные карты. Вот как данный предмет выглядит. Ну и фишка этих фишек заключается в том, что нам необходимо будет получать их в игре для того, чтобы активировать разгоны. Каждая активация стоит определенное количество фишек и для каждого класса авто цена своя, об этом я тоже подробнее расскажу. Ну а также мы здесь видим шкау, которая показывает имеющееся у нас количество собранных чипов, у меня пока что 0 и 1000 это лимит, сколько всего мы можем их хранить на аккаунте. А все, что вы будете получать сверху, наверное, трансформируется в красные Т-жетоны. К большому сожалению, на первоначальном этапе своего появления разгон является практически полностью донатной историей. И получить большое количество фишек вы сможете либо приобретая отдельные предложения в магазине, как вы видите здесь буквально сотнями их наваливают, либо купив опять же за реальные деньги специальный пропуск разгона. Да блин, очередной пропуск. Как и с обычным пропуском легенды существуют два типа, дешевый и дорогой. Отличаются они только сроком действия. Дешевый будет активен 3 дня, а дорогой аж 28. Хотя это лично у меня, так в интернете видео скрины, где короткие длится не 3 дня, а 7. Не знаю от чего это зависит. И такой ценовой политикой Офты как бы недвусмысленно намекает, что брать дешевый абсолютно невыгодно. Затаривайтесь сразу дорогим. На данный период времени пропуск переведет в режим разгона все доступные для этого автомобиля текущего сезона, а если начнется новый, пока пропуск еще действует, то и авто следующего сезона тоже автоматически получат разгон. А бесплатно займить чипы пока можно только лишь в специальном кубке презентации. И то я думаю это единичная тема, так как оверклог только появился и нас с ним знакомят. Да и к тому же число фишек, которое здесь дается, оно смехотворно мало по сравнению с донатными предложениями. Их тут всего лишь 30, а там как вы помните по нескольку сотен. Но Гэл обещает время от времени давать подобные кубки, а также добавлять фишки разгона в качестве наград в особых событиях. Верите или нет обещаниям Гэл, решайте сами. Кстати, нажав кнопку гонка, мы можем увидеть, как выглядят золотые тачки со включенным оверклогом. Во-первых, здесь такая особая иконка, а во-вторых, у них ранг выше золотого. Ну и давайте я на чем-нибудь проеду и заберу свои первые фишки разгона. 30 фишек у меня теперь есть и чуть позже расскажу, как ими распоряжаться. А пока о том, какие авто подходят для улучшений. Не случайно во время рассказа о пропуске я заикнулся о таком понятии, как доступные для разгона автомобили сезона. И вот в этом уже состоит отличие от восьмого асфальта, так как там набор тюнинга позволял на время улучшить характеристики абсолютно всех машин в гараже. А в девятке для этого подойдут только некоторые из определенного списка, создаваемого самими геймлофтами под каждый отдельный сезон. Начинается новый сезон и список меняется. Определить, какие именно точилы подходят для разгона вы сможете у себя в гараже. Доступные для оверклокинга варианты выделены специальной оранжевой пиктограммой. Также разгон может быть задействован для автомобилей, которых у вас вообще нет, но там присутствует бесплатная попытка, как например здесь в одном из особых событий или здесь в гран-при. А еще вы сможете сами видеть, использовали ли ваши соперники оверклок в той или иной гонке. Если же использовали, то в таблице лидеров их машинки тоже будут отмечены особым значком. Во-первых, стоит сказать, что использовать функцию разгона вы сможете для абсолютно любых режимов в игре, но за исключением квалификаций в киберспортивные турниры по типу ESL. Во-вторых, на примере сетевой игры и одного очень популярного в ней автомобиля давайте посмотрим на экран активации разгона. Чтобы туда попасть, выбираем нужное нам авто, нажимаем улучшение и у нас появился новый пункт оверклок. Тапаем по нему и вот он этот экран. Что он нам говорит? Итак, слева мы видим изначальные статы нашей машинки белым цветом, то есть это цифры до разгона, а вот уже темно-оранжевым отмечено то, насколько они повысятся после активации плюхи. Например, мой и так золотой хорик поедет еще на 2 км в час быстрее, ускорение станет больше на 1.29 пункта, а управляемость и нитро так вообще получат довольно существенный буст. Чуть правее можно посчитать обновленный ранг авто с учетом оверклока, то есть он будет уже не 4109, а 4332. Повыше видим наше текущее количество фишек и общий лимит на хранение, а в самом низу указан срок действия. И тут следует рассказать отдельно, так как тоже есть отличие от 8 асфальта. Если там набор тюнинга действовал четко указанное количество времени от самого момента активации, то у нас это, знаете, будет напоминать сказку о Зоушке. Каждый день в 12 часов, но только не ночи, а дня, ну и по московскому времени, а не по времени волшебного королевства, активированный в любой момент до этого разгон превратится в тыкву. То бишь срок действия здесь по сути варьируется от 0 до 24 часов, в зависимости от времени, когда вы нажали на активацию относительно полудня по московскому времени. В общем, полдень это то время, когда будут пропадать не только тени, но и наши оверклоки. И напомню, что это касается только активации зафишки. С пропуском же разгон будет активен круглосуточно, столько дней, сколько на нем было указано. И последнее это цена, то есть сколько фишек нужно потратить, чтобы включить данное улучшение. Как я уже говорил выше, для каждого класса авто она разная и сейчас появится на ваших экранах. И здесь мы видим, что она начинается от трех фишек за разгон одной машины D-класса и возрастает еще на три с каждым классом повыше. Апнуть какую-то S-класс тачку дороже всего, аж 15 фишек. Кстати, мне не очень понравилось то, что цена не уменьшается пропорционально сокращению длительности. То есть активация, что на 24 часа, что на одну минуту, все равно будет стоить одинаково. Ну и давайте я уже применю разгончик и проеду в сетевой игре на хуракане на стероидах. Как мы видим при загрузке гонки, наш автомобиль отмечен как разогнанный. Ну и это же касается наших соперников. Если они также используют оверклок, то применяется вот такая оранжевая обводка. Ну и при отчете виден специальный значок. Поехали. Ну вот так сходу почувствовать прибавку к ускорению довольно трудно, но то, что явно видно, это максимальная скорость. Вместо привычных у золотого хурака на 358 километров в час, теперь эта тачка едет 360. Так что, в принципе, если так представить, то в каком-то смысле разгон виртуально и на время повышает автомобиль на одну дополнительную звезду. И, кстати, сразу хотел бы дать такой совет. Если у вас нет пропуска разгона, то я бы рекомендовал не тратить слишком активно эти фишки, ну допустим, для сетевой игры. Советую сначала накопить некоторый запас, который при необходимости вы сможете использовать для более важных событий. Например, чтобы было проще перебивать время соперников в клэше или в гран-при. Последним так вообще это может стать решающим фактором в борьбе за ключ. Ну, в общем, не распыляйте фишки, если у вас их немного. А по окончании сетевой гонки, перейдя в лидерборд, вы также можете посмотреть, кто в ней использовал оверклог, а кто катал без него. Функция разгона после своего релиза вызвала неоднозначную и скорее негативную реакцию среди игроков. И я согласен, что это весьма спорно. Главный ее минус, это конечно то, что опция по большому счету является платной. Может быть в будущем геймлофты начнут раздавать большее количество фишек игрокам, не желающим или не имеющим в принципе возможность сделать покупки, но это только время покажет. А пока что именно донатеры будут иметь преимущество как в сетке, так и в кубках, гран-при, клэше и так далее. А также мне не нравится то, что с внедрением оверклога наши золотые тачки по сути превратились в недокачи. Если ты едешь на чем-то золотом без разгона, а рядом твой соперник тоже на золоте, но с ним, то ты чувствуешь такой привкус неполноценности что ли. Неприятно. Ну а из приятного это конечно шанс прокатиться на уже вроде бы до боли знакомых, но улучшенных машинках. Это довольно интересный и необычный опыт. Каково же ваше мнение? Поделитесь у меня в комментариях. Ну и спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Надеюсь оно вам понравилось и было для вас полезным. Подписывайтесь, если еще не подписаны. Удачи вам на трассах асфальта. Всем пока.